дорогие друзья ну что я даже постригся на лысо то что моя возлюбленная уезжает слава богу соизволила показывать себя потому что минус 20 водилось супер костюм штаны и носки и кроссовки там дашь ты думаешь ты замерзешь но представьте здесь плюс 20 а сейчас от дашь едет в минус 25 женек сказал минус 27 будет но фиг знает стресс вот так вот но зато у тебя стресс только по поводу холодно зато на дне рождения сходишь потусишь оба и мельчик нас встречает на супер комфортабельно красавчик здорово как дела я спасли раз четверт исход ну про молодец работы много видимо стало ну вот и все на шутка вот так вот и живем дашь и надо уехать то я уезжаю но ничего это же все как бы ради развития вот не нужно поехать по магазину сейчас поработать потом мне нужно будет в сочи ехать потому что строительство домов уже с какого с 15 марта у нас начинает возводиться первые дома потому что сейчас решали как раз с электричеством с водопроводом с дорогой сейчас уже приступим к самому строительству поэтому тоже нужно будет присутствовать супер комфортабельный лифт сегодня опять шикарная линза на камере потому что сегодня жесткое солнышко до шульку проводил вот не знаю почему но с дальше у нас вечно какие-то дела когда мы вместе мы вечно куда-то бежим что-то нужно делать что-то нужно подписывать нужно ехать в офис либо нужно ехать еще куда-то я вот решил что сегодня огном идет купаться сегодня погода хороший я решил что сегодня точно будет разведка открываем открываем наш багажничек кладем наши полотенечко у нас здесь вот смотрите багажнике у меня есть все маска с трубкой сегодня проверим палатка мангал полотенечко стульчики так что все я собираюсь и бегу купаться вот в турции есть такая тема лучше купить если хочешь здесь покупать какую-то сраную машину и никогда не ездить на хорошем машине здесь потому что происходит такая вот фигня эти царапины все время кто-то тебя либо заденет либо поцарапает вот у него тоже на бампере видите царапины он может быть сам либо что-то с твоей машиной короче пытается всегда что-то сделать либо вот такие вот фишки будут вот видите они на мотоциклах ездят и шоркают тебе зеркала либо от злости кто-то сейчас покажу машина стояла в комплексе даша вы вышла говорит вот такая фигня то есть вот видите кто-то взял вот и нарочно вот так поднял и жестко жестко провел выйти и пленку оторвал здесь немножко и машину поцарапал я это только воспринимаю как как грустность и злости какая-нибудь знаете там что-то не понравилось как машина припаркованная такая еду в любимую свою лагуну я уже ее показал у себя на канале многие ее видели причем наверное видели пару раз уже что я частенько туда езжу для того чтобы и охотиться под водой потому что мало народу и в принципе рыба не такая шуганная я там кстати первых своих двух амарчиков трех амарчиков подстрелил вот такие как как типа как вам объяснить как типа 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 как большой большой рак наш речной только это морской амарчик вот да и он без клещ ни у меня нет к лишней но он весь такой колючий прикольно короче очень вкусно даже его приготовил просто бомбически конечно когда свежий вот этот рыбка либо свежие амарчики либо с короче свежие морепродукты ты сразу чувствую что это реально свежие что-то прямо вот только что пойманная обстрелить какая дорога здесь обвесистые скалы так сказать к старости к старости я бы хотел бы наверное вот где-то такую виллу либо в сочи либо здесь вот прям с видом на море да здесь конечно ветра бывают но просто строишь качественное и и все и все будет вот смотрите как бы пальмовые пальмовые плантации и соответственно такие домики вот женщина работает с этой стороны гора и здесь еще куча достопримечательностей также я узнал что в каппадокии значит много ведется ведется раскопок на данный момент очень многие люди не официально разбогатели на этом потому что находили то один то другой то 4 там 5 10 клад вот то клад там золотом находят до сих пор всякие горшки с золотыми монетами то находят всякие древние реликвии в плане того что какие-то старинные кувшины какие-то из так сказать изделия того времени это очень круто конечно что не находят но очень не круто что это все черный рынок и продается непонятно куда и конечно же в музее это не сохраняться но немало все равно находок которые уходят музеи и остаются при к при каппадокии это очень круто потому что каппадокия очень колоритный город кто не был обязательно съездите тем более если вы не хотите заморачиваться самостоятельно искать куда там сходить что сделать как я уже говорил обратитесь к ребятам русскоговорящим который вот нас возили на тачке и вы просто получите массу удовольствия и за один день успеете всю каппадокию объездить на следующий день вам остается только полетать на шарах если они будут летать в этот момент и уже с поспокойной душой можно путешествовать дальше под лично я хотел был город следующий посетить этот город эфес очень много наслышан на нем о нем эфес потом бурса и ну то есть достаточно много городов которые я бы хотел посетить но от эфес и бурса одни из самых желаемых пока на данный момент вот так шортики видите я прихватил с собой купальные поэтому сейчас шортики трубка маска и пойду под воду посмотрю чё там с прозрачностью если прозрачность супер то завтра на охоту так только что увидел что не поставили здесь мусорную мусорный бак это уже радует потому что здесь отдыхающие вот маски бросают кучу говна после себя оставляет я не знаю кто именно турки или приезжие или кто но многие разброс поэтому ребят если вы смотрите мой влог будьте добры если вы никогда этого не делали мне выбрасывали в мусор оставляли все это в лесах или вот в таких природных так сказать местах то лучше этого не делайте нашим детям ничего не останется эту надо убирать за собой поел убрал все что природно там переработал огрызок яблоко и так далее это не проблема выбросил он сгниет через два дня и ничто не останется после но особенно пакеты это просто жесть я в общем переоделся ва 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 в общем как я говорю линза моя со мной микрофончик со мной все отлично двигаю ну посмотрите дайте перевернуть чтобы не мою моську на наблюдали а то что наблюдая вот так вот будет интереснее февраль месяц до февраль-март уже что я говорю так нажимать 10 марта сегодня смотрите какая красота я уже неоднократно ребяткам показывал да кто давно на моем канале а вот кто вново пришедший еще этой красоты не видел поэтому обязательно сейчас смотрите такая дорога что вы понимали вот тут за кустами это все древние постройки древние постройки вот видите ребятки делают угли жарят вот многие оставляют потом после после себя прям оставляют вот этот то что не там нажарили пластик в стаканчике и так далее но не все вот видите идешь по такой красоте здесь пакет лежит ладно вот эта газета с ней как бы фиг с ней газета она со временем разлагается а вот пакеты нет ну да ладно вот вы увидите вроде как бы это обычная какая-то да ну наверное обычные камни нет это все вкладка ребят вот видите это было все постройка почему-то здесь не раскапывают хотя и хотя здесь реально был большой большой город посмотрите на эти на эту крепость на это здание то есть это был порт потому что здесь такая лагуна я не знаю как она раньше называлась по моему я ада я нашел как она называлась у меня во влоге есть и еще меня удивляют вот такие вот коконы смотрите то есть идешь вот у тебя еле-еле-еле а потом присматриваешься вот такие вот коконы кто знает что на еле вот этих окон идет чего это происхождение кто это животное которое оставляет после себя такие коконы страшные так двигаем дальше посмотрите как ну посмотрите на эту бомбическую красоту даже арки вот таким образом делали то есть как православных храмов да вот такие вот арочки сделаны либо как в католических но это не храм сто процентов вот видите заложен вход тоже здесь видно очертания как раз вот по полу полукруга наверху да и вот так вот стоит здесь и пошли вместе со мной раз два три 4 5 бабах лагуна вау просто бомба просто супер просто офигенно он рыбак сидит чет рыбачит сейчас я под водичку залезу гляну вот вроде сверху смотришь как там мутновато вода мутновато два дня дожди были поэтому непонятно и вот если вы обратили мне внимание на той стороне скала которая есть тогда если я сейчас приближу вы увидите что это тоже постройки что эта кладка здесь кладку увидите эта кладка давным-давно было стен то есть это не сейчас турки построили для себя не 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 вот выше вы видите вот здесь тоже кладка идет видно вам надеюсь да сейчас немножко камеру вот так вот вот супер 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 вот здесь конечно тоже была скорее всего постройка но она вся съехала в море здесь большие валуны валяются вот там и здесь вот я сейчас вам покажу между деревьев смотрите между деревьев раз приближаем видите да тоже остатки города то есть мало чего в земле потому что вот эта вся стена до сих пор вы видите идет 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 вот туда туда и уход туда в кусты короче там я был не пойду идем по вот этой красоте дальше конечно мы же кусок чего видим пластика пластика когда мир начнет бороться с этим пластиком вот я реально стараюсь когда мне предлагают там пакетик какой-нибудь или еще не брать их вообще потому что эти пакеты они просто засоряют нашу планету надо вообще от пластика отказаться максимально быстро максимально видите то есть мы сейчас были грубые на первом этаже а сейчас мы пошли в цокольный этаж вот если присмотреться конечно здесь кусок пластика потом кучу мусора конечно же стопроцентно туда идет ход то здесь если присмотреться как видеоарки сделано значит туда еще есть ход здесь мы выходим видим красивую лагуну и сейчас мы вот на эту лагуну посмотрим со стороны пляжа сейчас я туда спущусь и покажу вам как все это выглядит здесь конечно же костры и жутся жгутся и тогда смотрите за большой влаги я не знаю вам видно может быть или нет из-за большой влаги здесь вот видно небольшие такие белые пятна типа грибок но на самом деле это не грибок это было вот такая вот штукатурка у них посмотрите это вот осталось как от штукатуренные стены вы видите песчаником каким-то штукатурили то есть они не жили просто в камнях круто ну вот посмотрите вот как можно быть таким с вином сраным принести сюда баклажка огромной воды и оставить ее бросить здесь свинья вот сейчас проходим и нашим этим смотрите туда ход есть суда кладка идет просто и если бы в моих силах что-то было я бы конечно здесь все очистил вообще была бы здесь такая красота суда кучу туристов приезжали потому что здесь неимоверно красивая лагуна и я вам скажу что это лагуна находится в 15 минутах езды от аладии то есть приезжие когда приезжают на 10-15 дней они конечно хотят насладиться когда ты здесь живешь ты как бы стараешься туда съездить а посмотреть туда 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 когда ты приезжаешь на 10 дней тебе хочется конечно максимально морем насладиться морем солнцем и так далее и ты никуда не выезжаешь но я вам скажу потратьте полдня съездите сюда локацию обязательно вам оставлю приедьте сюда здесь покупаетесь возьмите с собой шашлыки пожарьте покайфуйте но заберите потом весь хлам с собой который останется после шашлыков так двигаем на лагуну красота нереальная люди наверное турки на меня будет смотреть как на диона идиота они еще не купаются в это время но мне пофиг мне надо проверить о эти камешек с дырочкой кому нужно на шею повесить но вот они тоже здесь бетонировали так понимаю чтобы не съезжала оползли чтобы не было и засунули сюда колесо зачем-то для чего непонятно ой пресс вчера покачал блин так болит еще живет среди на эту водицу в кайф 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 вот ну да вода мутная я вижу что мутно так что охота скорее всего завтра не удастся поохотиться проходим вот сюда и вот я вам показывал до крепость вот она стоит стоим вот еще люди там шашлыки жарят вот они как раз наверху видите остатки крепость и еще вниз идет слой слой то есть внизу еще тоже есть другой город он просто закопан под землей с этой стороны тоже как вы видите по строчке есть гор твой шум волны это просто что то почему так нравится людям да но это круто это люди даже заходят сюда и просто кричат потому что здесь красота нереально вот справа тоже если посмотрите там тоже у нас по строчке вот такая красивая вот там где учат девушка кстати то многие остаются с палатками берут палатку приезжают сюда устраиваться кемпинг ночевой то есть шум моря шашлыки короче топчик топчик надо идти купаться так друзья ну что прическа новая без микрофона оставляем и пошли море да ну нафиг ну вода мы просто как летом конечно не не супер и там не супер я вам скажу что она там вообще там легкая в плане вообще не холодно она прохладная но но блин ну круто и не могу как только вода прозрачная ой хорошо ой прохладненько с первого раза прохладить кайсер будет не пропад на просто привыкнуть это дома любят так что кто говорит что сезон не сезон просто берете приезжайте сюда феврале месяце и купайтесь нормально ну кто не боится прохладника водички потому что многие хотят же чтобы вода была как парное молоко как в ванной вот я например горячую воду не люблю а практически летом не купает только из-за детей потому что летом воду заходишь и не остываешь то что такая вода знаете прям горячие друзья а сейчас тут зашел охунулся кайф я просто пошел за маской на самом деле и хочу положить камеру чтобы пойти поплавать так что давайте увидимся после того как поплаваю так поплавал 15 минут не сказать чтоб я замерз но немножко подмерз вот ну потому что в костюме будет самое но но от мои опасения как я говорил два дня шли дожди поэтому водичка мутновато я думаю что охота завтра будет не охота потому что прозрака вообще нет за сегодня конечно у меня есть надежда что водичка немножко так сказать осядет вся муть но не знаю посмотрим позвоню сегодня товарищу если он прям сильно сильно хочет что я его подержу обязательно поедем но не знаю насколько насколько будет прозрак туда где бы поглубь на что здесь в районе 20 метров я отплыл ничего нет кайф да почему у многих людей мечта жить на море подобрен пока меня моя дошулькой так сказать не направила говорит блин надо жить в море хочется жить в море разницы нет там типа в россии или в турции вот хочу жить в море просто я что-то отпирался опирался 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 да нет москва надо работать надо блин достигает добиваться и так далее она говорит вот так вся жизнь пройдет ты можешь работать и достигать живя на море и я с ней согласился и вот мы уже какой третий год в алании находимся до третий год и блин даже 4 и ни разу я не пожалел очень круто сейчас мы как вы знаете уже так тем осаждаем немножко сочи изучаем смотрим строимся сейчас там поэтому может быть и сочи скоро а может быть и наоборот испании какая-нибудь не знаю жизнь такая прекрасная штука что главное правильно двигаться никого не обижать не никого я не знаю ни на кого не думать зло жить самостоятельно жизнью и ни на кого не опираться так все самому добиваться добиваться самому ребят реально заехал сюда на 15 минут скупаться посмотреть прозрак и уехать отсюда уже прошло час двадцать уехать не могу во первых потому что детишки до пяти часов в школе в садике дома чем буду делать дома сидеть ждать есть что-нибудь и лежать на диване не охота поэтому решил что понаслаждаюсь к этим видом вот ребята кстати приехали как раз вы видите наверху приехали на пикничок раскладывается там буду делать пикничок там слева я ребята вам показал тоже делать пикничок жарят что-то в белой рубашке даже красавчик он еще одни пришли со стульчиками но здесь просто место такое кайфовое ну и конечно дегтя ложка дегтя должна быть вот урод какую-то пилу в воду здесь и также и бросил здесь после себя херню но извините таких у людей по-другому нас по-другому таких людей называть не могу скала рядом как солнышко еще такое мягкое мягкое то есть сидишь тебе и не жарко и не холодно и на им на именно именно кайфово именно кайфово сюда думаю может ребятишками приду там сверху пройдем и пройдем там где рыбаки и там по рыбачим после школы если захотят спрошу их потому что у нас 7 там один рыбак очень важный это младший тот рыбак рыбачный тот с уточкой до последнего стоял когда на рыбалку ездили прям стоит пока не поймает а тема так покидал ладно папа пошел я играться и на берег играться по селу красный когда солнышко светит настроение другое хочется двигаться хочется полежать на пляже и в то же время подвигаться поработать все хочется класс кстати по поводу значит рыбалки я вам не говорил здесь рыбалку можно организовывать самому самостоятельно то есть либо вы обращаетесь делайте совмещайте тур вы жарите шашлыки катайтесь на яхточки там в общем кайфуйте либо тупо едете на рыбалку и рыбачки вам тоже там готовится но это прям рыбалка рыбалка вы выезжаете 6 утра чтобы значит договориться нужно прийти туда где стоят корабли на пристань и там с маленькой рыбацкой лодкой с рыбаком договориться чем хуже лодка я вам так скажу рыбацкая тем больше рыбы вы поймаете потому что это именно рыбаки сидят а когда вы видите красивую шикарную там яхт и так далее это про это не про рыбалку это просто нет есть конечно про рыбалку но это будет дорого в основном это просто про катан про покататься 5-6 часов в море жарите этом курицу рыбу чего угодно окупаетесь пьете пиво пьете чего угодно ром там далее и возвращайтесь а на рыбалку зачем его с товарищем ездили по 200 лир это по 2000 рублей вы скидываетесь в 5 утра он уже вас забирать с причала и вы едете здесь и ловить как раз мы тогда поймали пунца хочу вот сейчас созвониться с этим рыбаком и спросить чё как подошла рыба или не подошла потому что они знают когда она там подходит не подходит вот и уже после этого если рыба подошла то выходим в море я еще хотел вам показать вид 1 что я сейчас поднялся как раз уже к машине здесь вы увидите вот я вам показывал видите тоже по строчке города идут вот они и туда если на самый верх посмотреть там тоже есть строение то есть видно что старые постройки ну и тут вот просто все эти деревья и кусты прячут прячут под собой эти строи строение даже вот здесь вот видите кладка видите это все был гру город вот туда дальше если посмотреть там тоже стенка стоит это все был большой город а что данный верх я хотел вам показать что видели люди с с города сверху да тут просто насыпь какую-то сделали непонятно может когда дорогу здесь укладывали все-таки вот фигни сделали а так вот такой здесь вид красивый сейчас я вам покажу смотрите вот туда примите там островок еще один есть туда мы плаваем когда охотимся к этому острову подходим и там обныриваем его вокруг штамм глубина небольшая ну до 15 не есть там и 20 и 25 но я туда не лезу до 15 метров и вот здесь вот как вы видите уже вы топтали дорогу можно спуститься на вот эти вот камни что рыбаки и делают и отсюда уже бросают удочки ловит балык так называемый это рыба в переводе вот такая красота вот ощущение отсюда что вроде как прозрачность воды здесь есть а под воду залазишь прозрака нет блин может я просто там у берега так сказать поплавал и там прозрак не очень хороший может быть и стоит завтра на охотку съездить ладно наверное стоит а я сейчас двигаю ребят в центр созвонился с товарищем договорились о встрече есть о чем поговорить решить пару вопросов так что а и кстати хочу вам показать очень вкусную супную в алании поэтому отправляйтесь вместе со мной вы посмотрите эту суп но я вам покажу как это выглядит а короче им просто пальчики оближ как раз сейчас обед пообедать супчиком можно вкусным так ребят на супную вам не показал потому что реально камера села сейчас зарядил и решил я пойти и купить себе эту серую кофту точно даже сказал что желтая классно но серая еще лучше вот помните я вам снимал влог показывал блок где шопинг в алании там я мерил желтую точно такая же есть серая она такая флисовая тепленькая кайфовая поэтому нужно за ней зайти из-за братьев вот этот магазинчик сейчас быстренько купим и побежим дальше также еще хотел туфель какие-нибудь взять посмотрим нужны будут туфли или нет короче ребят я походу превращаясь потихонечку в шопоголика ну потому что когда маленькие цены ты этому очень рад и начинаешь брать то что нужно это что нужно будет попозже например я зашел вот за этой кофтой шоу за этой кофтой за серой такой же как я брал желтую по ходу взял еще ремень за 600 рублей кожаный футболку серую носки за 600 рублей сколько там пять пар носков но это как бы не очень такая самая дешевая цена можно сказать но цена тоже приятная и взял себе еще кроссовки вот такие кроссовки сейчас покажу вот такие кроссовки только синие стоят они полторы тысячи рублей кожаный из летней такие сеточка прикольный и взял себе еще классические туфли потому что иногда вот как сегодня например было у меня встреча днем но у меня не было ничего будь мне пришлось идти грубо говоря почти в тапочках я понимаю что да там жарко и так далее но лучше на встрече всегда приходить более-менее по классике потом взялся туфли туфли стоит две тысячи рублей две с половиной кожаные качественные костюм у меня есть джинсы у меня есть поэтому вот так вот сколько туркиш как сколько стоит каши кашбара каштур а то 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 нормали вот творите нормал это на восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей индерим 50 процент вот на 7000 рублей получается две пары обуви кофта футболка носки и ремень простите у меня две футболки это взял две футболки ну то есть в принципе это вот если если сравнивать с московскими цены то в москве я только туфли возьму за 5-7 тысяч рублей ну по сути кожаный если они будут кожаный турецкий туфли 5-7 тысяч рублей еще сегодня если успею заеду в один классный магазин даша мне сказал что там офигительные джинсы продается турецкой фирмы я фирмы не помню но помню как магазин выглядит в москве рассказал такие джинсы по 15 по 20 тысяч стоит зайду и посмотрю сколько стоит джинсы здесь в турции так что ребят немножко с этими ценами превращаешься в шапоголика на 7000 рублей набрал или до 8 уже не помню набрал короче два пакета лежит в багажнике кайф в этом плане конечно кайф так хочу сейчас быстро продуктовый магазинчик затем взять продуктов фруктов верме фруктовый магазинчик чё я уже язык заплетается так аккуратненько друзьям и молочную заберу сейчас как раз они через полчаса садика приходит молочную забираю не двиняческими на море подышать погулять а вечером у нас уроки и всякая страна затронуть кстати бокс у артемки завтра отвезу его еще на поле но с утра конечно обязательно поеду какое-нибудь красивое место вам покажу с локацией красивой а уже после заберуте чешу кстати даша помните много рассказал про эту красную соль что она полезна вот здесь много всякой и еще в эту синяя соль есть я не знаю возьму на пробу потом есть такая желтоватая еще розовая есть тоже большой выбор соли короче здесь вот я зашел лавку финики шминки сушу сушеная всякая абрикос это я даже не знаю что такое вот я сейчас беру финики очень люблю их чернослив еще финики сушеные а это тоже этот как его абрикос вот этот как он будет называть инжир вот инжир потом здесь есть хрума вот она много сахара на этой хруме хорме это тоже инжира кстати закрытая этот разрезанный пополам ну и короче много много выборы изюма продукта то я не знаю что это такое были надо по ходу снимать этот насадку это потому что темновато так в общем скупился вот это я набрал на 70 лир помидоры все это 700 рублей помидоры мандарины яблоки огурцы и грушу вот такой пакетик здесь же взял я вам показывал здесь же взял значит творог и финики купил и вот такой фарш купил фарш чисто куриный из куриной грудки вот фарш мясо здесь как бы не дешево получается здесь сколько у меня килограмм двести пяти короче килограмм 300 грамм 380 рублей вышло 380 рублей и вот столько шматья набрал на 7000 он говорил футболки и туфли до туфли и кроссовки ну вот кроссовки мне вышли тысячу то есть они стоили три 700 279 лир это почти 4000 рублей а купил я их за 149 лир то же самое с туфлями только туфли 249 лир ценник короче все побежал я есть свежие фрукты варить суп из тех из хочу сварить детишкам фини суп с тефтелями как раз есть фарш и тефтельки здесь делаю вот и буду их ждать хотя скорее всего любая хуже можете встретить он посмотрит как вот так целуется братика целую до 2 какой но не целуется лобиком тогда прикладе вот так маленький а покажи это опасно код какой большой пойдем короче с молочной решили на что нам нужно прогуляться домой покажи как ты целишься нет а я тюшку а я тюшку садить как я видел кофточка покажи ребятам кофточку какая красивая еще марио кофта у нее есть красивая как тебе идет о чем а ты чё новенькую не идет ты чё новенькую кофту не один а мама всех купила кофты такой такая что мы смотрим у тебя есть тоже кофта я не проследил ты одел футболку она потяни футболку здесь чтобы не было есть чтобы здесь не торчал как лохманько ты хочешь быть лохманько побежать давай давай не до машины там дорога до ступени кто быстрее раз два три тихо все стоп мирова все стоять 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 там дорога руки давайте мне все пойдем залезаем в тачку внимание марш беги ты первый я я за тобой о какой ты быстро я-то не успеваю ничего себе так ты уже победил тема уже поздно прибежал ты уже все равно победил тёпа потом прибежал так а ну не бросаться ты чё бросаешься ворчоба хочешь попасть почему потому что тебя обогнал тём иди сюда давай здесь на раз два три то быстрее нет подожди вот смотри посмотри надо вот до 100 до песка раз два три беги быстрее молодец молодец как нечестно честно честно молодец опять о ох ты ох ты танцуют танцуют да обогнал обогнал вот и я тебя не держал вообще не держал не держал у тебя тебя же никак не обгонишь как только с хитростью можно от хитрости тебя обогнать лишь такой шустрый мультики смотри ну да да ну и что чуть-чуть придержал не страшно пять лет его старше чё к с кем ты соревнуешься с этим малявкой что вы смотрите делают кстати перебирают плитку может собянины суда плитку уже поставляет никто не знает если кто знает пишите можно и камешки побросать погулять с этим закат да и поедем домой дать он закат встречаем и поедем домой у нас массажисты еще приходит масса а морем йодом чувствуешь как пахнет йодом классно да красота но на пляже мало сильно народ ну так вот выглядит пляж в алане это в этом в обе горная речка течет мамочка в москву поехала скоро приедет тоже скучаешь и по мне скучаешь маленький а вот ребятки пришли к речке горная речушка вот вы выбегает отсюда выйдет она вот все гор стекает вот сюда вот такая прозрачная водичка здесь красотичка что сынок но не надо не надо мочить вода очень холодная горная речка конечно отличается от моря даже здесь море по прохладе потому что здесь как раз и горная река впадает пресной воды впадает в средиземное море здесь вот как раз многие где поглубже потому что сама речушка не глубокая и где поглубже я свою там рыбаки стоят кефальку ловит такая вот красота